Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь вопрос касается навязчивых мыслей про причинение вреда другим в прошлом. И, честно говоря, я не очень понял, о чем конкретно вы говорите. То есть, ваша история, она про что? Про что она? О чем она? О каком конкретно вреде людям в прошлом вы говорите? Вы боитесь, но чего? Ведь совершенно очевидно, что если предположить, что вы действительно хотели причинить вред людям в прошлом, то было за что. Только те мотивы, которые у вас, вероятно, были, вот, они обесцениваются во пользу каких-то последствий, например, которые вы не хотите, чтобы наступили. Вот. Я пока не очень понимаю картину. Пока что для меня эта ситуация выглядит таким образом, что в определенный момент по отношению к людям у вас возникает агрессия, которую вы боитесь проявлять, потому, что ну, например, например, боитесь остаться одна. К примеру. Ну, допустим. 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 Если я, конечно, здесь ну, прав. Я вот не уверен в том, что я прав. Поэтому сначала нужно раскрыть всю полноту вашей конфликтной ситуации, с которой вы столкнулись, а уже потом, уже что называется после этого можно будет говорить о каких-то других моментах, да, можно говорить о каких-то других аспектах, вот, и, соответственно, уже после этого можно будет посмотреть, да, как вам можно будет в этой ситуации помочь, вот, потому что пока я вот честно-честно говоря не очень понимаю, о чем идет речь, я вижу то, о чем вы говорите, но сами вы туда не идете, в этот, ну, в этот аспект, вот, а вообще говоря, аспект, ну, он такой довольно серьезный, вот, потому что тем больше вы, например, будете бороться, и, ну, сопротивляться, вот, своей мыслью, тем, на мой взгляд, будет хуже, вот, потому что по такой, ам, значит, теории, по моему, например, взгляду, ам, 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 навязчивыми мыслями, ам, всегда стоит что-то такое, вот, важно, что-то такое стоит, стоит, ам, что, в общем-то, имеет, имеет, ам, верно истины, но только форму, ну, так вышло, да, так вышло, что, форму, это имеет несколько деструктив, ну, деструктив, да, вот, а, возникают вопрос, а из-за чего, из-за чего, форма стала деструктивной, не просто же, не просто же так, да, почему эти мысли стали навязчивыми, вдруг, И, ответ, как мне кажется, заключается, именно в том, что вы, вот, с собой боретесь, вы боретесь, и, пытаетесь это, как-то, вот, ну, зажать, пытаетесь это, как-то, подавить, подавлять, и, в итоге, вот, это, становится, такой, вот, навязчивостью, от которой уже, а, сложно, как-то, отвлечься, потому что, вы же чего-то хотите, вот, да, конечно, а, сейчас, а, ну, сложно, сложно, сказать, чего именно вы хотите, да, то есть, там, ну, может быть, вы даже, сами, не понимаете, до конца, этого, тем не менее, разобраться с этим нужно, а, на мой взгляд, что вы, что и чем вы, совершенно, точно, себе, вредите, сейчас, а, так это, тем, тем, что, просматриваете, свои навязчивые мысли, как, что-то, отдельно, отдельно от вас, как, что-то, что не является, частью вас, и, тем самым, вы, конечно же, поддерживаете, и подкрепляете в себе, такое, такое, состояние, расщепления, если хотите, то есть, когда человек, по сути, разламывает себя, да, на несколько, ну, на несколько, частей, вот, не думаю, что это что-то хорошее, для вас, не думаю, что, в этом, в этом, в принципе, есть, для нас, что-то хорошее, вот, мне кажется, что это, немножечко, такой, все-таки, деструктивный, путь, ну, вот, вам, на мой взгляд, необходимо, смотреть, в сторону, обретения, собственной целости, для чего, стоит задача, не, оторгать, эти мысли, а, принимать их, ассимилировать то, что лежит в их основе, улавливать те, желания, которые, есть в их основе, вот, например, например, когда, вы, говорите, допустим, о том, что, я, многих, многих, да, там, спрашивала, и, они меня, убедили в том, что, никакого вреда, не было. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, во-первых, вы, себе, не доверяете, сами, то есть, вам нужно, доверение других людей, вот, во-вторых, это то, ну, коль, вы, подумали, о вреде, то, наверное, вам, хотелось, этот вред нанести, если вам хотелось, этот вред нанести, да, то, ну, вероятно, это, кстати, защитная реакция, то есть, вы видите, со стороны, тех людей, например, которыми, хотели бы нанести вред, некую себе, угрозу, ну, и, да, да, конечно, конечно, форма, ну, форма, угрозы, может быть, надуманным, то есть, вот, если, если, ну, когда вы увидели что-то угрожающее в действии человека, вот, вполне может быть, что, это и неправда. Ну, вполне, вполне, такое может быть, что это неправда, но, Очень важно понимать, что даже если это неправда, чем-то все равно вам это может угрожать. При условии, что вы себе не доверяете, угрозой может быть довольно большого количества вещей, потому что когда человек себе не доверяет, он околнуется и зависит. Ваше подсознание может стараться защитить вас от такого рода, ну, как это сказать, от такого рода угроз именно в тех формах, которые вы в общем и целом озвучиваете сейчас, поэтому я предлагаю вам все-таки довольно-таки гуманно отнестись к тому, что с вами происходит, вот, к тем моментам, которые с вами происходят. вот, для чего, ну, то есть, зачем? Да? Ответ довольно прост, чтобы лучше себя понять. некую, вот, скажем, патологичность, некую вашу патологичность, можно поправить, ну, ну, препаратами, если это становится всеобъемлющим, да, если от этого падает качество вашей жизни, это само собой. Но то, что лежит в основе, это и есть вы. И сейчас эту часть себя вы отторгаете. Я думаю, что это самое печальное, самое тревожное в вашей истории. Поэтому, не только, как мне кажется, нужно проходить лечение у врача, но еще нужно и работать с психологом, мне так кажется, вот, вот, потому что, видите ли, работа с психологом, то есть, ну, условно говоря, с, вот, такой, такой, здоровый, частью, да, вот, с здоровой частью, вашей, с вашей здоровой частью, так же, необходимым. А сейчас я так опасаюсь, что то, что вы себе это по большому счету запрещаете. Поэтому это нужно исправлять, для чего вам желательно обратиться к психологу, вот, именно, вот, к психологу, и, вот, собственно, начать индивидуальную работу. На этом все, я желаю вам всего-всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Продолжение следует...